Привет, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Итак, пришло время следующему видеообзору. Сейчас я нахожусь на влоге Кирилла Афанасьева, который в своем видео показывает нам сервис, на котором он зарабатывает за 3 недели 286 740 рублей чистыми. Сервис связан с вложениями, нужно проводить инвестиции, но довольно-таки выгодные, как он уверяет. Что ж, перейду на сервис. Сервис называется InvestMax. Как заработать в интернете обычным? Вот что из себя представляет данный сервис. Со всей информацией вы можете ознакомиться самостоятельно. Я же зарегистрируюсь. Придумаю логин, пароль, выберу российские рубли и зарегистрируюсь. Попадая в личный кабинет, здесь нужно приобретать один из портфелей, малахитовый, бронзовый, серебряный, золотой. У них различные цены, от 500 рублей до 2000, соответственно, разная сумма дохода, а также есть различный процент успеха. То есть вы можете его купить и сделка может не сыграть. Приобрету самый дешевый малахитовый портфель. Для этого сначала нужно пополнить баланс, потому что у меня нулевой баланс. Попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay. Здесь я должна заплатить 500 рублей. Перед тем, как снимать этот видеообзор на сервисе ePay, я разыскала автора этого сайта. Им оказался некий D-Office Team. Если мы заглянем с вами в дополнительные цены к сайту, мы увидим 4 суммы, на которые можно пополнить баланс. Также после того, как мы пополним баланс, нужно будет оформлять страховку. Тоже есть 4 варианта, соответствующие каждому портфелю. А когда мы заработаем деньги и попробуем их вывести, нас ждут еще платежи и куча, которые очень даже крупные. Смотрите на какие большие суммы денег. Такие как 900 рублей идентификация личности, верификация реквизита, оплата работы с серверного антивируса, оплата услуги по удалению вредоносного ПО. Это уже наталкивает на мысль, что нам будут говорить, что у нас тут вирусы, давайте удалять, это много денег. Прямо у всех, у всех подряд это будет сообщение выплывать, прямо у всех вирусов. Ну и также оформление всяких оферт, оформление статусов, проверки счета службы безопасности. Все это наталкивает на мысль, что здесь никакие деньги заработать мы не сможем. Также свой сайт. Этот автор продвигает еще и на сервисе ClickPay24. Сайт выглядит точно так же. И если переходить по ссылке с этого блога, то мы точно так же попадем на сайт Инвестнад. Как заработать в интернете? Ну а если мы будем оплачивать что-либо на этом сайте, то попадем не на вот такую страницу от сервиса ePay, а на немного другую от сервиса ClickPay24. Также сайт отличается немного названием домена. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, на удивление мы попадем не на сайт Инвестмакс, где мы оплачиваем наши платежи, а на блог Кирилла Афанасьева. Это означает, что мы в этом видео слушаем не человека, который советует нам способ заработка, который на этом зарабатывает, а здесь нам все рассказывает именно автор сайта, именно сайта Инвестмакс, потому что даже по названию домена можно догадаться, что у этих сайтов один создатель. Сейчас я поставлю видео на паузу и оплачу эти 500 рублей. Когда оплата будет зачислена, возобновлю видео и посмотрим, что же нас будет ждать дальше. Я пополнила свой баланс на 500 рублей. Как видим, 500 рублей зачислено. Приобрету портфель. Портфель успешно приобретен. И теперь нужно его застраховать. И это составит примерно 500 рублей, как здесь пишут. Если нажму кнопку, опять попаду на страницу оплаты. 495 рублей. Опять довольно-таки немаленький платеж меня ждет. Я знаю, что это не последний платеж, если я его даже оплачу. Даже если заработаю какие-то там деньги, то вывести я их не смогу, потому что по различным вымышленным причинам с меня будут требовать все более и более большие деньги. И очень даже мне не хочется с ними расставаться. Вам я также не советую расставаться со своими кровно нажитыми денежками на этом сайте, потому что с самого начала нас автор обманывает. Он не зарабатывает на этом сервисе, он его владелец. И никакие деньги здесь вы получить однозначно не сможете. Поэтому я не советую этот сайт. А с вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.